Лен, скажи, пожалуйста, ты как мама двух детей, наверное, выбрала обувь к Ому сначала как мама, а потом уже решила заняться профессионально этим, да? Да, испытав, можно сказать, испытав на своем ребенке непосредственно обувь, я поняла, что обувь к Ому, она на самом деле обладает всеми качествами, которыми я хотела бы видеть в детской обуви. Она легкая, ребенок ее не чувствует, она теплая, удобная, ребенок ее одел и побежал. То есть в садике, да, в садике это очень удобно, ребенок ножку ставил и побежал. Очень легко ее снимать, при этом сапожек даже вроде кажется широким голенищем, он не спадывает. После этого я решила попробовать сама, себе купила. Обувь и мне тоже понравилась. Целую зиму отбегав в тонком носочке я ни разу не испытала чувства холода. После этого у меня возникла мысль, что почему бы и нет, почему я не могу людям доставлять радость, то есть подешевле доставлять эту обувь. Я на самом деле считаю, что у меня самые низкие цены по городу из-за того, что небольшая наценка за свои труды. Лен, а вот скажи, пожалуйста, вообще Коума она большимерит или меньшимерит? Если выбирать модели взрослых, эта обувь идет в размер взрослой модели. Если смотреть детскую подростковую модель, они все-таки идут в большей размере, в большей мере, можно сказать. В любом случае обувь надо подбирать, исходя из размеров ножки ребенка. А как правильно замерить? Да, я всегда это объясняю, всем рассказываю. Ставим ногу на бумагу, именно ставим, не на весу, многие мамочки начинают на весу измелять сантиметром. Именно ногу надо поставить на пол, обрисовать на бумажке и от выступающего пальчика до центра пяточки измерить длину. К этой полученной длине добавить полтора сантиметра. А полтора сантиметра это как бы запас, который стандартный? Это запас. Сантиметр полтора, не больше. Больше нога будет мерзнуть, если будет большое пространство. Есть размерная таблица в КУОМе. В этой таблице, исходя из размера, указан размер стельки. И вот полученный размер, который у вас получился с добавлением полтора сантиметра, мы смотрим по таблице. По таблице выбираем нужный размер. Ну, если потребуется какая-то консультация, я думаю, ты не откажешься. Да, я всегда подскажу, конечно. Так, Лен, а вот как быть с отзъемом? Тоже вот детки бывают ножки с высоким, с низким взъемом. Какой более удобен вариант в этом случае? Если производитель постарался сделать обувь удобную, вот, например, модель путки варси, она с высоким взъемом, очень подходит для детей, у которых ножка пухленькая и вот высокий взъем. Есть модели для детей, у которых взъем низкий. Она выпускается, да, с застежкой, да, с липучкой. Можно чуть поуже зацепить. Это как раз подходит для детей, у которых ножка поуже. Ну, если у мамы есть сомнения? Если есть сомнения. Хотя я уже на своих детях, опять же, испытала, у старшего ребенка высокий взъем, ножка крупненькая, у младшего ребенка ножка узкая. Я попробовала купить модель с застежкой. Разницы особой не испытала. То есть и в том и в этом случае сапожек держится крепко, он не выпадывает, застежки практически не пользовались. Поэтому выбор всегда за вами. Субтитры создавал DimaTorzok